Ну, что хотелось бы сказать. Происходит обыкновенный процесс развития рынка. Ну, вот как рынок развивался в свое время, то есть появились так называемые корабельники, которые ездят по стране и ищут своего счастья по реализации различного вида товаров. Поскольку ситуация сложилась таким образом, что на рынок товаров вышли товары медицинские. Наш регион посетили, назовем их, корабельники, которые реализуют вот этот товар. Лица эти имеют патенты, документы индивидуальных предпринимателей. Товар, он, ну, как бы мы смотрели документы, значит он имеет технические паспорта, так называемые. К сожалению, просто хотелось бы обратиться к жителям. Первое, ну, что тревогу-то здесь бить ни к чему, это одна сторона. И вторая сторона здесь в том, что, ну, хотелось бы просто остеречь. Вот мы, если приобретаем товар в официальном магазине, мы можем его вернуть, мы можем, значит, предъявить претензии. Здесь мы покупаем товар с рук, и вот наступает обыкновенная опасность, что же мы купили. Таким же образом, ведь мы сотнями заказываем товары различные через интернет, ну, и к тому же, значит, в этом же мы не видим никакой опасности, что сами во всяком случае для себя. И каждый из нас с вами решает, брать этот товар через систему интернета или не брать, брать его с рук или не брать. Ну, в данной ситуации вот складывается та ситуация, которая сложилась у нас, в общем-то, на рынке цивилизованном, не цивилизованном. Понятно, что, значит, здесь определенная, как бы такая вот, ну, тревога существует о том, что граждане ходят по квартирам, предлагают, значит, что-то купить. А может, они там не то продают, а может быть, то продают. Ну, здесь хотелось бы сказать, давайте, уважаемый, каждый сам будет определять, где мы будем брать какой товар. Если уж мы решили приобрести товар с рук, значит, и определились в цене, ну, наступают обыкновенные гражданско-правовые отношения, и здесь ну, кого винить? Ну, наверное, если мы хотим этот товар взять, мы взяли, и, значит, обвинять нужно себя, что товар нам не нужен. Если он нам нужен, то, опять же, здесь, значит, мы сами для себя решили. Поэтому на сегодняшний день, вот, всплеск о том, что, значит, приехали какие-то мошенники и торгуют у нас неизвестно чем, значит, ну, пока мы считаем, что это ни к чему. А в целом, ну, я бы поостерег всех наших граждан приобретать товар с рук. Мы же знаем, что в большинстве своем это малокачественный товар может быть, потому что, несмотря на технические паспорта, мы просто не можем давать гарантию на то, какого это качества товар, откуда он приобретен. Ну, и в части, забегая вперед и пользуясь случаем, зная о том, что, значит, у нас в стране бывают случаи, что под видом реализации товаров даже очень высокого качества, бывает, что нечистоплотные продавцы бывают. То есть, один предлагает товар, а второй, пользуясь этим, что-то из квартиры там пытается похитить. Вот здесь, уважаемые, значит, ну, оберегаю вас и прошу, значит, не вступайте в такие контакты, берегите свое имущество.